Всем привет! Кто онлайн, кто не онлайн. Я хочу просто сказать то, что мы сейчас будем вместе поклоняться, да. И на самом деле это очень важное время, когда мы можем отделить это время, когда мы все вместе, там, кто дома, подключаемся, да, онлайн, и мы можем все вместе поклоняться, да, в одном направлении, когда мы можем молиться все вместе. Даже если ты не знаешь слова песен, это не важно. Важно именно твое сердце, важно это твое сердце, когда ты открываешься Богу, когда ты просто отдаешься Ему, и ты молишься за людей, ты молишься за свою жизнь, ты молишься за свою семью, ты поклоняешься Богу, да, ты приносишь на руках молитвы, да, Богу свои прошения, моления. Поэтому давай, я хочу просто вдохновить тебя, давай будем вместе сейчас славить и поклоняться нашему Богу, потому что Он этого достоин. Мы приходим, мы приходим в первую очередь, да, для того, чтобы создастся Его славу, чтобы просто наслаждаться им. Поэтому мы сейчас будем вместе поклоняться. Господь, мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты здесь с нами, и где бы мы ни были, Господь, Ты всегда с нами, Ты всегда, Господь, говоришь в Своем слове, что Ты не оставишь нас, и Ты не покинешь нас, Господь. Поэтому просто спасибо Тебе, что Ты всегда с нами. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, Иисус. Ты достоин, Ты достоин, Господь. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, Господь. Ты достоин Господи, Ты славный Бог. И нету таких, как Ты. Славный Бог, Ты любящий благо, Великий Бог святой, Люблю Тебя, Иисус. Жизнь моя в Твоих руках, Господь, Веди меня я пойду лишь за Тобой, Иисус. Словно пламя, зажги огонь, В мое сердце я ввесь Твой. В Тебе нуждаюсь, Иисус. Ты нужен мне. Словно пламя, зажги огонь, В моем сердце я ввесь Твой. В Тебе нуждаюсь, Иисус. Ты нужен мне. Словно пламя, зажги огонь, Словно пламя, зажги огонь, Великий Бог святой, Люблю Тебя, Иисус Жизнь моя в Твоих руках, Господь Веди меня, я пойду Лишь за Тобой, Иисус Словно пламя, зажги огонь В моем сердце я весь Твой В Тебе нуждаюсь, Иисус Ты нужен мне Словно пламя, зажги огонь В моем сердце я весь Твой В Тебе нуждаюсь, Иисус Ты нужен мне Ты нужен мне Ты нужен мне, Иисус Ты нужен мне Ты нужен мне, Иисус Перед Тобой я преклоняюсь Иисус В Тебе нуждаюсь, Иисус Ты разрушил стены Все барьеры, что разделяли нас с Тобою Бог, перед Тобой я преклоняюсь Иисус Иисус Тебе нуждаюсь, Иисус Ты нужен мне, Иисус Ты разрушил стены Все барьеры, что разделяли нас с Тобою Быть хочу с Тобою я всегда Душа моя, так жаль для Тебя Быть хочу с Тобой всегда, Иисус Быть хочу с Тобою я всегда Душа моя, так жаждет Тебя Быть хочу с Тобой всегда, Иисус Лишь с Тобой, лишь с Тобой Мой Господь Иисус Я Твой Словно пламя зажки огонь В моем сердце я вествую В Тебе нуждаюсь, Иисус Ты нужен мне, Иисус Словно пламя зажки огонь В моем сердце я вествую В Тебе нуждаюсь, Иисус Ты нужен мне Быть хочу Быть хочу с Тобою я всегда Душа моя, так жаждет Тебя Быть хочу с Тобой всегда, Иисус Иисус Только с Тобой Быть хочу с Тобою я всегда Душа моя, так жаждет Тебя Быть хочу с Тобой всегда, Иисус О, Иисус О, Иисус О, Иисус Душа моя, зажигай огонь, Господь, в наших сердцах Зажигай Твой огонь в наших сердцах, Господь Чтобы мы поднимались в силе Чтобы мы как церковь Твоя, Господь Поднялась в силе и начала сиять Господь, пусть Твой огонь Он пылает в нас Огонь бесконечной Твоей любви Мы поклоняемся Тебе Мы превозносим Тебя, Господь Мы жаждем Тебя Мы любим Тебя, Господь Твоя любовь, она безгранична Она бесконечна Мы поклоняемся Тебе, любимый наш Великий Бог Ты достоин всей славы Пусть Твой огонь горит в нас Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Мы не верим, Бог О, как прекрасно Необъятно Бог, любовь Твоя 99 оставяешь Чтоб найти меня, был недостой, не заслужил я. Ты отдал всего себя. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. Твоим был врагом, но ты доказал любовь. Ты был так благ и верен, Бог. Я был нищим, но ты заплатил мой долг. Ты был так благ и верен, Бог. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. 99 оставляешь, чтоб найти меня. Был недостой, не заслужил я. Ты отдал всего себя. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. Ты тьму освещаешь, горы сдвигаешь на моем пути. Во мне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму освещаешь, горы сдвигаешь на моем пути. Во мне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму освещаешь, горы сдвигаешь на моем пути. Во мне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму освещаешь, горы сдвигаешь на моем пути. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. 99 оставляешь, чтоб найти меня. Был недостой, не заслужил я. Ты отдал всего себя. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. 99 оставляешь, чтоб найти меня. Был недостой, не заслужил я. Ты отдал всего себя. Ты отдал всего себя. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. Ты отдал всего себя. Ты тьму освещаешь, горы сдвигаешь на моем пути. Во мне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму освещаешь, горы сдвигаешь на моем пути. Во мне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму освещаешь, горы сдвигаешь на моем пути. Во мне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Во мне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Привет, дорогие. Слава Богу за сегодняшний день и за те возможности, которые у нас есть. За то, что сейчас, даже находясь не рядом с вами, я могу делиться посланием, говорить слово из моего сердца к вам, к тебе. Спасибо Богу за эти возможности. И перед тем, как делиться словом, которое есть в моем сердце, я хочу вместе с вами еще помолиться. Было поклонение, сейчас мы будем еще молиться и просто попросим, чтобы Дух Святой сегодня проговорил мое сердце, утвердил это слово, проговорил в твое сердце и утвердил твое это слово. Давайте помолимся. Небесный Отец, я благодарю тебя за этот день, за эту возможность собираться вместе, служить вместе, быть частью твоей семьи. Спасибо тебе, Бог, за церковь твою и врата ада не одолеют ее. Спасибо тебе за каждого, кто смотрит сейчас онлайн. И я молюсь и прошу, чтобы слово твое, оно прозвучало в мое сердце и прозвучало в сердце каждого, чтобы оно повлияло и жизни менялись и мы становились ближе к тебе, Иисус. Аминь. Я хочу вместе с вами обратиться к Священному Писанию. Мы прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 25 стиха до 34. Это не очень большой отрывок, но он интересный. Очень интересный. И вы знаете, я понял, что очень много разделений или разных толкований есть этого стиха и поэтому он для меня такой интересный. В Новом Русском переводе в таких оглавлениях есть оглавление, там написано, что этот отрывок относится к такой теме, как забота и переживания. Я немножко об этом сегодня хочу делиться. Итак, давайте прочитаем вместе. Если есть у вас Библии, гаджеты, давайте вместе будем читать. «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем эти птицы?» Услышь сегодня, ты ценнее, чем эти птицы. «И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час?» «Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть или что пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божье, его праведности, и это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Для каждого дня достаточно своих тревог. Аминь. Интересный отрывок. И христиане, разные христиане разделились на разные лагеря. И даже у нас в миссии, когда мы служим, когда мы делаем какие-то вещи, есть разного рода миссионеры, и мы по-разному к этому относимся. И я помню только, когда только учился в миссионерской школе, я только учился принципам каким-то, как вообще жить миссионером, что делать, потому что у нас нет постоянной зарплаты. Это нужно большое доверие Богу. И я помню один человек, он миссионер, он говорил о своих принципах. Вы знаете, ну, они немножко откликнулись в моем сердце, но я решил по-другому. И когда мы живем как миссионеры, есть разные принципы. То же самое, когда мы живем как христиане, я думаю, эти принципы тоже применимы. Можно совершенно довериться Богу, на самом деле не тревожиться. Можно и ты даже вообще не паришься, ну, Бог прокормит как-то, и все будет классно. И можно даже не напрягаться, не искать работу, Бог даст работу. Но мне не очень понравился этот принцип. В то же время есть та сторона, что ты пашешь как конь, ищешь, где бы найти деньги. И деньги приходят и говоришь, о, Бог меня обеспечивает. Но мне нравится третий вид, это смешанная модель. Это когда ты работаешь, ты делаешь какие-то вещи, и Бог тебя благословляет. Бог тебе дает необходимое. И я думаю, об этом говорил Иисус. Здесь написано, мы начали с Матфея, это 6 глава, с 25 стиха я напоминаю. Здесь начинаются слова, не тревожься. Другими словами здесь написано, не беспокойся, не заботься. И вы знаете, какой-то опыт жизненный у меня есть, и в христианстве, и вообще. И я до сих пор учусь, учусь не заботиться. Это не так просто, это не так легко дается. Я знаю это, но это возможно. Иисус так жил, так жили апостолы. И я уверен, что мы можем так же жить. Вопрос, что я выбираю, какой из принципов. И я понял одно из своего какого-то опыта, из наблюдения. Я понял, что Иисус говорит не просто о том, что мы должны лежать на диване, и деньги будут приходить к нам. Он говорит о том, что нам нужно не заботиться. И это не значит, что не нужно ничего делать. Не заботиться, как я уже немножко говорил, это значит доверять Всевышнему. Доверить совершенно то, что происходит в нашей жизни. Ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Мне понравилось слово, которое недавно говорил Виктор Бобрин. Он говорил, что христиане в последнее время очень многие живут принципом, а что если. И это не очень хорошо. Это именно говорит о том, что забота, забота. Ты паришься, ты переживаешь, но не заботься. Иисус говорит, не заботься сегодня. Нет, я не говорю о том, что нужно полностью забить на все. Нет. Нет. Это значит, что ты делаешь, что может твоя рука. Вообще, по определению, в одном из словарей, слово забота, это звучит как беспокойная мысль о чем-либо. Сосредоточенность мысли на исполнении чего-либо, на удовлетворении какой-либо потребности. Мне кажется, хорошая иллюстрация понятия забота. Ну, я не знаю, может быть не так. Но я вспоминаю свою свадьбу. И сейчас произошло бракосочетание Никиты с Настей. Поздравляю. И мне кажется, вот в определенный момент их свадьба, это заботы. Это заботы. Ты думаешь, твои мысли наполнены. Как хорошо выглядеть. Как... Чтобы это хорошо прошло. Чтобы это все функционировало. Я еще по природе такой человек, что я люблю, чтобы все функционировало и правильно. Есть определенная эпидентичность в голове моей. И я вспоминаю тоже свою свадьбу. И я помню момент, что я тоже немножко заботился об этом. Но потом наступает момент, когда ты понимаешь, что от тебя не все зависит. Ты сделал все, что ты мог со своей стороны. И у нас были косяки на нашей свадьбе. У нас были проблемы с едой, еще с чем-то. Но мы уже не могли никак на это повлиять. Мы сделали, что мы могли. И мы доверяем Богу. Мы доверяем Богу, что Он что-то сделает. Мы доверяем Богу нашу болезнь. Мы... Если мы заболели вдруг, мы говорим, Иисус исцели. Я сделал все, что мог. Я... Я бессилен. Я позаботился, как я мог. Но Иисус говорит, не беспокойся. Не беспокойся. Отдай это мне. Отдай это мне. И я часто задаю себе вопросы. Мне нравится пример пастора Александра Савчука. Он когда-то говорил о том, что когда у меня что-то заболело, когда что-то у меня какая-то проблема есть, куда я бегу? К чему я обращаюсь? Бегу ли я сразу за аптечкой или я молюсь? Я говорю, Иисус, помоги. Помоги мне. Это важный вопрос сегодня тебе и мне. Это очень важно сегодня задуматься об этом. Забочусь ли я так или... Ну вы услышите, я не говорю о беззаботности. Я говорю о том, что именно по определению, что забота, это сосредоточенность. Это вот когда ты... Вот ты только об этом думаешь. Таким современным языком. Ты паришься. Тебя это так напрягает, что ты... Прям все мысли об этом. Как бы это сделать? Как бы это сделать? Как бы это реализовать? Но Иисус говорит, научись не загружать свою голову этим. Научись жить по-другому. Со мной может кто-то не согласиться, но я верю в это. И я хотел бы, чтобы каждый из нас жил так, в доверии. Это, да, эта тема очень сильно пересекается с доверием. Вообще об этом тексте, который мы прочитали в Писании. Давайте еще раз посмотрим. Здесь есть уже такие, вы знаете, принципы, как не заботиться. Здесь рассказывают о том, что нас бывает беспокоит. Мы думаем про одежду, про еду. Недавно мне написал один человек, и он говорит о том, что, ох, в это такое сложное время. И говорю, ну какое время? Там, может быть, для кого-то оно сложное, но мы живем в интересной стране. А когда нам было легко? И на самом деле очень важно довериться Богу. Иисус говорит здесь о принципах, которые помогают доверять, помогают не заботиться. И он говорит с 32 стихом Матфея, 6 глава, с 33 стихом. Прежде всего, ищите Царство Божие, Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Прежде всего, основной принцип – искать Царство Божие, искать Его праведности, искать Иисуса. Это очень важно. Искать Его праведность и надевать в себя эту праведность. И искать Его Царствие в поклонении, в молитве, в этой жизни. Я настолько бывает, как человек, привыкаю к тому, что вокруг происходят какие-то чудеса, вещи. То, что Бог меня хранит. Я не разбиваюсь в аварии. Я буквально недавно видел такую страшную аварию. И Бог меня хранит. И благодарю ли я каждый день. Я недавно ездил в деревню к родителям моей жены на 100 км от Минска. И, уже возвращаясь назад, ослабил себя на мысли, я даже не помолился Иисусу. Я поехал, и просто я на автомате думаю, ну Он же меня хранит. Да, с одной стороны, как ребенок Божий, ты всецело доверяешь. Но, с другой стороны, ты же тоже общаешься с Иисусом, и ты говоришь, Бог, просто будь рядом со мной. Важно, важно это. Это поиск Царства Божьего. Я хочу рассказать одну историю. Мы не будем ее читать, но многие из нас ее знают. Это история Авраама. Мне нравится эта история. Она очень хорошо иллюстрирует ту тему, о которой мы с вами говорили, о доверии. Авраам был интересный человек. Он жил в буре халдейском. Это был, грубо говоря, неверующий человек, и он встретился с Богом. Бог проговорил к нему, и Авраам послушался. Он пошел за Богом туда, куда не знает. Он делал то, что Бог ему говорил. И когда ему было уже почти сто лет, у него родился сын. Это тоже такая, это отдельная история, но она не простая. Но вот представляете тебе, сто лет Бог на протяжении предыдущих тридцати лет, время от времени напоминал тебе о том, что у тебя будет большое потомство. У тебя будет, как песка морского, как звезд на небе столько будет потомства. Ну, не знаю, я в этом месте Авраама засомневался, но он верил Богу. И когда ему было сто лет, у него родился сын. И через 15 примерно лет многие богословы говорят, что Исааку было, ну, он был подростком, от 12 до 15 лет Бог проговорил принести в жертву Исаака. Это непросто. И Авраам, сомневаясь, ему было сложно. Я недавно слышал такое мнение богословское, что с одной стороны Аврааму было очень сложно, но с другой стороны он легко пошел это делать. Потому что он был воспитан в языческом городе. Он видел, как приносят жертву детей. И он, с одной стороны, ему было это легко, но с другой стороны это было очень тяжело. Ты сто лет ждал ребенка. Итак, Авраам идет приносить жертву. Исаак, это подросток, он идет, смотрит по сторонам. Папа ему сказал о том, что мы идем приносить жертву. Он говорит, папа или отец, где жертва? Кого мы будем приносить жертву? Знаете, Авраам немножко замешкался, наверное, я не знаю. Он не сказал ему, ну, тебя будем. Он сказал, Бог усмотрит. Бог позаботится. И на самом деле Бог позаботился. Это хорошая иллюстрация о том, когда ты просто делаешь то, что ты можешь делать. И Бог дает необходимое. Уже в момент, когда Авраам был готов принести в жертву своего сына, он занес нож, он замахнулся. Бог говорит, прекрати, остановись. Посмотри в кусты, там жертва. Развяжи своего сына и принеси в жертву мне баранчика, который там запутался. Это интересно. И вы знаете, из этой истории я для себя понял одну вещь еще. Я говорил о том, что для того, чтобы на основании Матфея, для того, чтобы не заботиться, нужно исполнять какие-то вещи. Иисус говорил о том, что искать царство его праведности. И из этой истории о Аврааме я понял одну вещь. Для того, чтобы не заботиться, порой Богу нужно отдать самое дорогое, что у тебя есть. И Бог тогда сможет использовать нас. Он сможет тогда влиять на нашу жизнь и работать с нашей жизнью. Иногда это, в первую очередь, конечно, нужно отдать свою жизнь Богу. Но иногда это не только это. Это свои желания, свои привычки, то, что есть в нас. Отдаю ли я это сегодня Богу? Этот вопрос тебе и мне звучит, дорогой. Это очень важно. Итак, Авраам отдается у сына. Самое ценное. И Бог заботится. Мне понравилось одно выражение. Его в книге «Молитва» написал Филипп Янси. Это даже не выражение, а такое. Будет небольшое, несколько предложений из его книги. Я хочу прочитать их. Мы на самом деле живем лишь в данную минуту. В этот день, сейчас, сегодня. Нет смысла беспокоиться о будущем, в котором мы не властны. Или о прошлом, которое мы не можем изменить. Поэтому я прошу Бога, чтобы Он сегодня помог мне сделать как можно больше из того, что Он сам считает самым важным для меня. «Каждый мой день – это поиски Божьих сокровищ. И я должен все время оставаться с Ним на связи, чтобы не пропустить самое ценное». Меня просто вдохновляют эти слова. Сегодня. Доверяю ли я так Богу в сегодняшнем дне? Иисус говорит о том, что не забудьте каждый день. Живи сегодня. Сегодня. Ищи сегодня эти Божьи сокровища. Царство Божье. Я говорил о том, что есть какие-то примеры нашей жизни, нашей семьи. Буквально в прошлом месяце, в начале месяца я молился. Я просто говорил, Господь, придут ли в этом месяце какие-то финансы? Как-то Ты удивишь ли нас или нет? Как Ты подействуешь в этом месяце? И мне пишет мой друг, и мы с ним разговариваем по телефону. И он говорит, о, я слышал Вас. Годовщина свадьбы. Я хочу Вас благословить. До этого тоже была ситуация, когда мне пишет друг и говорит, я хочу Вас благословить. И меня просто это вдохновляет, как действует Бог. Мы просто доверяем Ему, мы молимся. Потом мне пишет девочка из США. Мы с ней поддерживаем общение. Мы молимся семьей за нее. Сейчас у нее сложная ситуация в плане, она уже несколько лет судится с США. Там такая специфика, чтобы получить грин-карт. Тебе нужно суды выигрывать. И она уже три года сражается и переносит суды. И если у тебя есть возможность, помолись о ней, пожалуйста. Она просила молиться о том, чтобы Бог все устроил. И она мне пишет и говорит, Саня, скинь, куда можно Вас благословить. И это происходит 15 мая, ровно через день нашей годовщины. Я говорю, о, классно. И она пишет, Слушай, я даже не заметила, что у Вас была годовщина. Поздравляю Вас, это Вам подарок. И она переводит нам финансы. И просто мы с Ревекой в шоке. На самом деле Бог дает финансы. Он удивляет, Он любит удивлять, Он удивляет нас. Но доверяю я сегодня Ему. Этот вопрос очень важен сегодня для тебя и для меня. Доверься Ему. Отдай Ему свое сердце, и Он все устроит. Я хочу сегодня еще и сейчас с Вами помолиться об этом. Я хочу помолиться о том, чтобы просто наше сердце не металось, не пыталось найти что-то, но мы доверили Богу, чтобы мы искали Его. И я убежден из своей жизни, из опыта, из тех общений, из той, с кем я с людьми сталкиваюсь, что Бог заботится. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. И я молюсь о том, чтобы Ты обеспечивал нас. Чтобы мы не метались, не заботились. Вот чтобы этот разум наш не был поглощен этим, но чтобы мы доверили Тебе свою жизнь, свои финансы, свое здоровье. Делали все то, что есть в нас, делали то, что мы можем. И я убежден, что Ты благословишь. Я молюсь сейчас Оле о том, чтобы она не заботилась, но доверяла. И она доверяет, я уверен. Я молюсь сейчас от тех, кто нас смотрит. Я молюсь о том, чтобы каждый, кто слышит это Слово, чтобы он доверял Тебе. И если сейчас есть какая-то нужда, если есть какая-то болезнь, если есть какая-то проблема, я сейчас молюсь и прошу, Иисус, исцели. Иисус, прикоснись к каждому сердцу. Я благодарю Тебя Богу за то, что Ты верный, за то, что Ты любящий и Ты добрый Бог, который знает лучше каждого из нас. Я благословляю каждого, я благодарю вас за то, что вы смотрели этот прямой эфир, за то, что вы посмотрели нас и за то, что вы слышите сегодня это послание. Пусть вас Бог благословит, благословит эту неделю. Пока. Аминь.